Некоторые считают, что это первый канал российского телевидения довел большую часть россиян до того безобразного умственного состояния, в котором они сегодня находятся. Дескать, именно из-за того, что смотрели первый канал, деградировали. А оказалось все гораздо больше. Тот, кто организовывал, снимал, руководил этим первым каналом при Путине, деградировал больше всех. Сегодня неожиданно на публике появился один из опаснейших военных преступников Константин Эрнст, директор Первого канала, который привел к деградации десятков миллионов россиян. И вот на симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном театре России он сказал, что айфоны принесли огромную беду человечеству, и что лично для него Константина Эрнста, Стив Джобс, стоит в очереди всемирных негодяев и преступников в одном ряду с Гитлером сразу за ним. Вот так Стив Джобс, это Гитлер сегодня утверждает Константин Эрнст и дальше объясняет, почему айфоны, насколько они вредны для здоровья. Я прямо узнал какого-нибудь Дугина или патриарха Гундяева. Но посмотрите, как плавится мозг даже у того человека, который создает пропаганду, а не у человека, который ее смотрит. Впрочем, Константину Эрнсту действительно я бы не рекомендовал пользоваться айфоном, он вообще против мобильных телефонов, потому что ему это скоро не пригодится, он будет перестукиваться с соседями в соседних камерах, и там действительно айфонов выдавать не будут, поэтому сбудется его мечта. Мы сбудем мечту любого российского военного преступника, который не хочет общаться по мобильному телефону. Там их в ГАГе не выдают, и не только в ГАГе, но и в украинских многочисленных тюрьмах, которые будут переполнены военными преступниками. Пусть учат азбуку Морзе. Надо учить азбуку Морзе, а не показывать эти свои дурацкие программы. Учите, товарищ Эрнст, азбуку Морзе. Ну и патриарха Гундяева я вспомнил не случайно. Патриарх Гундяев сегодня выступил в поддержку Шетельмана. Наконец-то я этого дождался. Патриарх Гундяев так и сказал, сказал так, значит, развлекательные мероприятия и, говорит, увеселительные шоу во время войны, говорит, неуместны. Некоторые россияне вместо того, чтобы смотреть новости с фронта, говорит Гундяев, предпочитают не замечать всего того, что происходит. Вместо этого они увлеклись большим количеством развлекательных мероприятий, увлекательных шоу по телеканалам. Легкомысленная беззаботность сильно контрастирует с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши, то бишь ихние, ну ихние, русийские, люди. Можно сказать, что эта проблема обнажает некие духовные язвы, заявил глава Русской Плавославной Церкви Гундяев. По его словам, развлечение во время войны – это язва цивилизованной идентичности, сбой в культурном коде. Да, действительно, я тоже так считаю. Нет, нам в Украине можно, это на нас напали, мы ни на кого нападать не собирались, нам можно развлекаться, смотреть кино, ходить в театры. У нас можно, это они ворвались в нашу жизнь, и они нам ее не испортят, мы не позволим им испортить нашу жизнь. Вот, но им нельзя. Я ведь с самого начала войны говорю, россиянам сейчас нельзя развлекаться. Если ты сторонник войны, иди, он поддерживает своих на свой. Если ты против войны, то как бы не развлекайся при украинцах, это некрасиво, неосторожно и неаккуратно. Нет, хочешь сиди дома, пей водку – это другой разговор. Но публичных радостных мероприятий, фестивалей народного творчества, мне кажется, это неуместно. Я это говорил с самого начала. Ну, то есть, я поддерживаю этих белопальтошников в этом смысле. И вот, посмотрите, Гундяев выступил в поддержку Штельмана. Наконец-то, наконец-то кардинал и командирейщик оказались в одних рядах. Он на этом, кстати, не остановился. Гундяев, он сказал, Россия не должна превращаться, вот это интересно, в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции. То есть, как бы, кино смотреть нельзя, нужно смотреть на войну только, только войну. Но при этом, ощетинившись крепости, тоже смотреть не нужно. По его мнению, другие страны закрываются от России из-за того, что она является, знаете, чем? Сейчас не поверите. Альтернативой цивилизационного развития. А? Альтернативой цивилизационного развития. А это ведь то, что я сказал. Это снова он поддерживает Штельмана. Я рассказал. Вот есть цивилизация, цивилизованные страны. США, Европа, Канада, Австралия, Япония. Украина, Южная Корея, Украина, Украина – это Европа, Грузия. Простите, если кого-то забыл. Израиль, само собой. А есть альтернативы цивилизационного развития. То есть, варварство, варвары. И это Российская Федерация, варвары. Северная Корея, варвары. Иран, варвары. Альтернатива. Поэтому от России закрылись. Но от варваров выстраивали древние китайцы, выстраивали Великую Китайскую Стену. Другие рыли огромные рвы с крокодилами. Это, по-моему, древние украинцы. Шучу. Вот. Снова, то есть, Гундяев поддерживает меня в этом начинании. Снова дословно цитировать. Вообще, Гундяева могут наказать за такое. Если услышать сейчас мою передачу в России, кто-то... Ведь Гундяева могут наказать. Еще вот из интересного он дал совет. Кстати, тоже. Я тоже, тоже. Вот тут уже я его поддерживаю. Не подражать противникам. А россиянам при посещении других стран не стоит никому подыгрывать. Вот это правильно. Я-то вообще считаю, что россиян можно выпускать из России только в качестве беженцев, принимать их в качестве беженцев, тех, кто бежит от путинского режима, от войны, от мобилизации. Надо принимать в цивилизацию. Туристами пускать нельзя. Но учебу пускать нельзя. Ничего этого, конечно же, нельзя. Не может в цивилизацию приезжать человек, который потом вернется и будет поддерживать войну. Так не годится. Но тем, кто уже посетил почему-то другие страны, вообще непонятно, почему Гундяев разрешает людям посещать другие страны, он говорит, не стоит никому подыгрывать. Я тоже считаю, надо продолжать бухать, вести себя по-свински, чтобы сразу было видно. Это вот типичный, так сказать, представитель Российской Федерации. Чтобы его было легко отличить и как-то изолировать. Поэтому я тоже поддерживаю полностью Гундяева. Как вы догадываетесь, со всей этой чуши я начинаю наш выпуск сегодня, потому что сегодня понедельник. А понедельник день тяжелый, поэтому по понедельникам я стараюсь побольше начать со всякой ерунды. А до конкретики, как говорится, дойдем чуть позже. Ерунда будет сейчас продолжаться. И еще есть несколько достаточно забавных сообщений, прежде чем мы дойдем до того, что происходит с войной. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал Штельман. Вчера у нас наконец-то стало 531 тысяча. Я думаю, отличный способ сделать 532. Тем более, что видите, какой сегодня футболки. А почему, как вы думаете? Хе-хе! Потому что с утра я ходил в студию к Золкину снова. Да, вторая серия. Второй допрос у Золкина я выдержал. Можете снова посмотреть у него на канале. Всем горячо рекомендую. Мы там тоже с ним славно поржали. Впрочем, некоторые шутки я повторю оттуда, потому что то было утром, а сейчас уже, как видите, вечер. В общем, подпишитесь на канал Штельман. И поставьте лайк. Патрушев. Про Патрушева, значит. Услышал я новость про Патрушева, что Патрушев, это этот Патрушев, ну вы знаете, приказал снизить цены на масло. Приказал. В течение двух недель приказываю снизить цены на масло. И на другие продукты. Я такой сижу, мучительно вспоминаю, что Патрушев у нас советник по кораблестроению. Советник по кораблестроению приказал супермаркетам снизить цены на масло. Не, ну я знал, что у них в России как бы каждый суслик редактор, но не настолько же. Что же это за совет такой по кораблестроению? Стал читать дальше, успокоился. Потому что я честно уже подумал, что это правда, а не тю-тю. Нет, оказалось, что это фальшивый Патрушев. Все нормально. Это не настоящий Патрушев, который вот член Совета Безопасности России, один из действительно главных союзников Путина, соратников. Нет, это поддельный, фальшивый, дешевый Патрушев. Сын настоящего Патрушева Недоросль Дмитрий. Он же известен и как Недоросль Дмитрий, и как вице-премьер Российской Федерации. Поручил за две недели снизить цены на сливочное масло в магазинах. Не, ну логично. Приказываю, говорит, ценам вернуться на предыдущий уровень. Не, ну когда ставят откровенного дурачка вице-премьером России, то, естественно, результаты будут такие же. Напомню, сын Патрушева знаменит двумя вещами. Первое, что нигде никогда не учился и не работал ни одного дня, и не был женат, и что у него шестеро детей. Ну, то есть, я думаю, что это много что говорит об этом Дмитрие Патрушеве. Сразу вице-премьером назначили, да. Без предыдущего опыта работы. Ну, бывает, Россия свои. Посмотрим, что будет с маслом. Посмотрим, что будет с маслом как раз. Ну, вы знаете эту историю про то, что в России что-то выросли цены на масло, по официальной версии на 25%, по неофициальной. В два с половиной раза за год подорожало масло. В два с половиной раза за год подорожало масло. И я даже сегодня, ну, я уже с Золкиным это обсуждал. Я вспоминал такую тему, во-первых, что масло подорожало. Почему? Потому что помните, как у Левши, Левша, этот, как его, Господи, Лесков писатель, у него был Левша такой герой. И вот он приходит к своему начальнику и говорит, слушайте, говорит, вы знаете, почему у нас ружья так плохо стреляют, а у англичан хорошо? Потому что, говорит, оказывается, мы-то кирпичом ружья чистим, а англичане маслом ружья чистым. На что начальник говорит, ага, на хлеб они, значит, кирпичи намазывают. И вот в этом, мне кажется, глубокая мудрость-то есть. Все-таки когда-то на этой территории проживали достаточно мудрые люди, которые понимали вот этот смысл экономики. Но откуда возьмется масло, если все производят пушки? Если все производят пушки, то и масло неоткуда взяться. Прямая зависимость, прямая. Серьезно, вот, говорит, почему у них исчезли там яйца, что-то масло, все подорожало. А что можно ожидать? Главное, что россияне что-то требуют от правительства, чтобы оно снизило цену на масло. А что делают россияне? Россияне делают танки, россияне делают ракеты, средства РЭП, дроны. Они заняты производством всего вот этого вот. На это уходит 40% бюджета Российской Федерации. С закрытыми статьями 60%. Над этим работают 3,5 миллиона человек плюс семьи. Если вы производите ракеты, почему вы думаете, что у вас будет масло? Откуда она возьмется? Вы же ракеты делаете. Вот и живите ракеты и танки. Пока вы делали нефть и газ, ну, добывали нефть и газ, вы его продавали, вам в ответ привозили масло. Понимаете? Теперь вы вместо нефти и газа делаете танки. Да, вы украдете у нас, захватив очередное село, украдете килограмм масла. Это понятно, что у украинцев-то масло есть, и все есть у нас. Вы это украдете. Но это вы украдете один раз. Вы первый раз украли мелитопольскую черешню, второй раз, кто что выращивать будет. Вы первый раз украли наше зерно, захватив юг Украины. Второй раз, кто вам сажать-то будет? Вы сами? Нет, вы заняты, танки делаете. Поэтому в России так масло. Но я и придумал лозунг, вот кто-то говорит, Пушкин вместо масла. Я подумал, Пушкин вместо масла. Надо кормить Пушкиным. Помните, и пусть едят плоть мою. Но Россия так любит свою культуру, что пусть питается Пушкиным уже. Пушкин вместо масла должен быть. Такой вот у меня сегодня родился по этому поводу лозунг. Но кого я тут, собственно, учу, кому я тут читаю лекции? Ведь Путин сказал, 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. То есть все-таки даже Путин считает, что бывают хорошие русские. Да, пусть 0,1%, но это тоже немало. 1% от россиян – это 1,4 млн, 0,1%. 140 тысяч точно даже Путин признал, что есть 140 тысяч совестливых людей в России. Людей, которые не идут за ним, не готовы убивать украинцев. Как минимум 140 тысяч Путин даже признал наличие. Остальные 99,9% готовы положить все в интересах Родины, но, видимо, кроме масла. Видимо, кроме масла, конечно. И кроме яиц своих, потому что яйца тоже очень сильно подорожали. Да, а вот пропагандистка, ну это продолжая всякие такие понедельничный обзор, потом перейдем к серьезным вещам. Пропагандистка Витязева на телеканале Соловьев Live назвала вторжение ВСУ в Курск область хитрым планом Путина. Представляете себе? То есть оказывается, то, что мы вторглись в Курск область, а между прочим, наши войска находятся там уже 3 месяца, мы с 6 августа зашли, сентябрь, тябрь, ноябрь – 3 месяца. Украинские вооруженные силы контролируют город Суджа, еще куча сел вокруг. Так вот, оказывается, по мнению пропагандистки Витязевой, это все был хитрый план, и это все придумал Путин. И вы знаете, что с ней случилось? Пропагандистка Витязевой ее выгнали из передачи «Соловьев Live». Ну, это как из передачи «Соловьев Live», это как звучит, как будто, знаете, уволили из гестапо за жестокость. Почему Витязеву уволили? Ведь она же несет чушь, правда? По идее, если ты несешь чушь, тебе самое место на Первом канале или в передаче «Соловьев Live». Все нормально. Тем более как, если ты, когда у тебя что-то не получилось, выдаешь это за то, что у тебя якобы был план, ну, это же тоже как бы вроде в полной соответствии со стратегией. Но есть нюанс. Это позволено делать только Путину. Что позволено ли Путину, не позволено Витязевой. Вот такая разница. Путину можно провалить, сказать, что он так и планировал. 18.00 был план обосраться. И смотрите, действительно, видите, а вы все видели, все идет по плану. Обещал захватить Киев за три дня. А Путин говорит, мы не собираемся ничего захватывать. То есть такой был план сразу. Сразу был план бежать из-под Киева. Был план бежать из-под Харькова, сверкая пятками. Был план бежать из-под Николаева. Но это был такой план. Из-под Сум тоже был план бежать. Понимаем. Был план напасть на Харьков, не захватить его и сказать, что мы его и не собирались захватывать. Это уже я про май этого года говорю. Был, видимо, такой план. Такой план. Видимо, был план положить 50 тысяч человек при оккупации Бахмута. Видимо, был план полтора года штурмовать Часов Яр. Они полтора года его штурмуют. С июня прошлого года они штурмуют Часов Яр. Помните, да, у нас был Достоевский, который рассказывал, все, Часов Яр в течение двух недель будет российским. С тех пор прошло уже семь месяцев. Да. Такой был план. Но это можно только Путину. А пропагандистке Витязевой это запрещено. А она не поняла, не поняла. Ну хорошо, закончили мы со всей этой чушью российской, перейдем к серьезным делам. Сначала у меня просьба для тех, кто поддерживает вооруженные силы Украины. Небольшая, но важная. Удивительная и необычная. У нас есть наш постоянный зритель, его зовут Павел. Он постоянно с нами, пишет мне постоянно письма. И занимается во главе, наверное, не знаю, во главе, не во главе, короче, вместе с группой волонтеров, собирает разные вещи. Собирает, в смысле, ручками. Важные вещи, важные для фронта. И много раз он у меня что-нибудь спросил. Чаще всего я ему отказывал, потому что было не до рэджи. Мы то Камчатки собирали, то еще на что-нибудь собирали, то баскетболистам помогали, нашим раненым бойцам, в смысле, и так далее. Но тут я подумал, что мы можем помочь. Можем помочь. Потому что неожиданная совершенно история. Перископы. Перископы. Я в детстве, игрушечный перископ, наверное, многие делали в детстве, игрушечный перископ, когда такая труба, вверх, вот так. Здесь ставишь зеркальце, здесь зеркальце, и смотришь, как будто бы, ну, как из окопа или из подводной лодки. В детстве, наверное, все играли, в школе на уроках делали. Сейчас эти перископы реально спасают жизни наших бойцов. Потому что высадишься из окопа посмотреть, ну, к тебе прилетит. Мало ты, высадишься из окопа посмотреть, выдашь позицию дрона. Поэтому что придумали ребята, ну, на фронте, что делают? Перископы для глядения из окопа. И, грубо говоря, каждому бойцу, который там, на передовой, нужен перископ. И Павел со своими товарищами, собственно говоря, занят производством этих перископов самодельных. Они их делают, привинчивают там какую-то оптику даже китайскую небольшую. И вот такие штуки. Всего 500 гривен стоит один перископ. В принципе, у них там есть заказ, по-моему, на 500 перископов. Я сказал, что смотрите, Павел, давайте попробуем мы на канале Штельман собрать 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен, это получается на 200 перископов. Ну, 200 бойцов обзаведутся перископами. Поэтому, первое, я в конце этого ролика разместил ролик Павла, где он, собственно, про эти, ну, или он, или его ребята рассказывают про эти перископы, показывают, как это выглядит, это в конце ролика вы найдете. Второе, я внизу, в описании поставил ссылку на монобанк, на карту монобанка, банку монобанка, где мы собираем 100 тысяч гривен на перископы. Это конкретное средство спасения жизни тем, кто сидит на передовой. Потому что человеку без обзора, там же еще в чем, ну, в чем риск, в частности. Как действуют россияне? Они обстреливают минометом, а потом, когда наши ушли, спрятались, вот они бегом или на мотоцикле едут. А в перископ наши его увидят, естественно. Ну, это вам там Павел дальше все расскажет. В общем, кто может, давайте, присоединяйтесь к этому сбору. А я отправлюсь в Молдову, где я поздравлю прежде всего всех наших зрительниц, кого зовут Виорика, потому что у нас есть такие, и кто любит нас смотреть, и кто, естественно, голосовал за Майю Санду, о чем честно мне рассказал. Хотя всех остальных наших зрительниц и зрителей из Молдовы, в том числе тех, кто меня тепло так принимал в Молдове во время моей поездки сейчас, я тоже поздравляю, я, как вы помните, ни за кого не агитировал, но все понимали, что я поддерживаю Майю Санду, как проевропейского кандидата, а не пророссийского Александра Стоян-Оглу, которого теперь уже можно смело называть Нестоян-Оглу. Как бывает, не валяшка, не смеяна, а это Нестоян-Оглу, Нестоян-Оглу. Но у Путина больше Нестоян-Оглу. Это же Путин вложился всеми своими силами и средствами в то, чтобы обеспечить победу Александру Стоян-Оглу. Есть несколько просто анекдотичных историй, как россияне пытались сфальсифицировать эти выборы, добыть победу хотя бы в одной для себя стране. Что они делали? Помните, Венедиктов говорил, Путин играет одновременно на трех досках и на всех выигрывает. В Молдове, Грузии и в Америке. Предвыборных, предвыборных трех досках. Ну, в Америке это Венедиктов насмешил наши уши. В Молдову Путин проиграл. Пожалуйста, товарищ Венедиктов, вот вам поражение Путина в Молдове. Сначала он проиграл референдум, и Молдова выбрала европейский путь. А вчера Путин проиграл президентские выборы в Молдове. Да, он сам вроде не участвовал, вместо него был Нестоян-Оглу, но в принципе это же одно и то же. Путин и Нестоян-Оглу, это одно и то же. Если Нестоян-Оглу, то кто? Ха-ха-ха-ха! Слушайте, да, если Нестоян-Оглу, то кто? Если Нестоян-Оглу, то больше никого, правильно? Тогда уже Майя Санду, естественно, становится президентом. Молдовы с результатом 55,32%, за нее проголосовало 929 тысяч. Молдован, Азо-Оглу, 750 тысяч, у него 44,6%. Что россияне только не делали? Отправляли самолеты с избирателями, прям самолеты. Целыми самолетами, бесплатно в смысле, это были бесплатные российские самолеты, чтобы проголосовать в Молдове. Дальше. У них есть избирательные участки интервью о России, видимо, в каких-то консульствах. Так вот, на двух участках, значит, проголосовало там 5000 зарегистрированных избирателей, проголосовало 4999 человек. То есть все пришли, все пришли и все проголосовали за, естественно, Стоян-Оглу. Но, слава богу, естественно, диаспора в западных странах проголосовала за Майю Санду, поэтому еще пять лет, или сколько там у вас президентский срок, простите, даже не уследил, знаю. Есть на то, чтобы все-таки завершить такие проевропейские реформы, чтобы путь Молдовы в Европу стал необратимым абсолютно, и чтобы нам уже вместе вступать в Украину с Молдовой, чтобы не было тут русского островка. Надеюсь, что и на восстановление территориальной целостности Молдовы. Если Молдову попросят, я думаю, мы решим это за 2-3 дня одним пехотным полком, одним десантным полком, так сказать, вопрос восстановления территориальной целостности Молдовы. Но приятно, приятно, приятно то, что произошло в Молдове, победа над россиянами достигнута совершенно блестящая. Кстати, по поводу Грузии, там еще вообще ничего не ясно. Вот сегодня кто-то, какое-то агентство, об этом пишет новая газета «Европа», я не совсем понял, это они сами проводили расследование, или кто-то другой проводил расследование, но что они расследовали? Исследовали, а, собственно говоря, фальсифицировала ли партия «Грузинская мечта» выборы, и смогли доказать, что да, прямо смогли доказать. Как это доказывается в данной ситуации? Тем, что есть аномалии на предвыборных участках на некоторых. И они взяли какие-то отдельные участки, не предвыборные, господи, избирательные, естественно, взяли несколько избирательных участков и увидели следующую закономерность, что если на каком-то участке очень большая явка, то есть, ну как, вот участок обычный избирательный, явка, скажем, 50%, например, а вот другой участок, на нем явка почему-то 70%. Вот там, где 50%, там за «Грузинскую мечту» 40%, а там, где явка 70%, там почему-то за «Грузинскую мечту» 65%. То есть, чем больше явка, тем больше процентов за «Грузинскую мечту». А это прямой намек на то, что просто эту явку дорисовывали, и все дорисовывали в «Грузинской мечте». Так говорят, ну, это уже мои домыслы, но это говорят исследователи. И это, возможно, станет основанием для западных стран не признавать результаты выборов, потому что явно они будут на что-то опираться в Грузии, и мы еще, возможно, что-то увидим. Тем более, насколько я понимаю, сегодня в Грузии следующий митинг по поводу непризнания результатов выборов. Ну, как пойдет, как пойдет, как пойдет. До главных выборов мы еще найдем ближе к концу выпуска. До главных выборов, как вы догадываетесь, я не про Украину, а совсем про другую страну, про ту, где выборы будут завтра. А это будет завтра. Завтра, да. А еще обещал я вчера, что на парочку вопросов из вчерашнего стрима я вдогоночку отвечу. Я взял вопросы, те, что были оригинальны и неповторяющиеся. Я решил сейчас на них быстро отвечу. Буквально два вопроса. Юлия Баланчук спрашивает. Михаил, прокомментируйте, пожалуйста, новость. Президент Чехии подписал разрешение на вступление в ряды ВСУ 60 гражданам Чехии. Ранее такое разрешение получил 151 гражданин из 533 поданных заявок. Почему не всем? То есть почему президент Чехии не разрешает всем вступать в ряды ВСУ, а только части тех, кто подал заявки? Я подозреваю, естественно, я не знаю этого точно, это секрет президента Чехии, но я так думаю, что эти люди, которые подают заявки, это военные, чешские военные, бывшие военные, отставники. Соответственно, разрешаются, наверное, только тем, кто не является носителем какой-то государственной тайны. Ну, приведу вам пример. В израильской армии, если ты имел доступ хоть к чему-то в этой израильской армии, то есть если ты был офицером и так далее, то чтобы служить потом в иностранной армии, ну, добровольцем, или работать на иностранную армию, ты должен получить разрешение от государства. И дальше смотрят, ага, те знания, которые он обладает, они до сих пор секретные, тогда этому человеку не разрешают. Например, этот человек там пользовался какой-то техникой натовской, которая до сих пор засекречена, и тогда ему не разрешают. Если он там менее квалифицирован был, тогда разрешают. Я думаю, что в этом секрет того, что кому-то можно, кому-то нельзя. Так же, как разговор про этих летчиков. Мне многие писали, а почему мы не наняли отставных натовских летчиков американских? Потому что им запрещено, это по договору. Они, когда подписывали контракт с американской армией, у них есть запрет на то, чтобы служить в иностранных армиях, даже выйдя на пенсию. И еще один ужасно интересный вопрос мне задали Влад Чистяков, который вообще меня вопрос-то огорошил. Есть ли что прокомментировать о якобы урегулировании Китаем и Индии пограничного спора в Тибете? А то ведь обсуждают гутерриши, меню блюд в Казани, а этот документ поважнее будет похож. Влад Чистяков. Урегулирование Китаем и Индии пограничного спора в Тибете я могу прокомментировать только одним всего одной вещью. Вот Тибет – это тот самый пример, когда страна теряет свой суверенитет. Это то, что Украине грозило 24 февраля 1922 года. Вот если бы россияне взяли Киев, то Украина утратила бы свой суверенитет, скорее всего. И когда она бы утратила, прошло бы 70 лет, она бы стала частью России, с конфедерацией, прошло бы там еще 70 лет, скажем, и никто бы уже не вспоминал, что есть какая-то Украина. Да, где-нибудь был бы президент в изгнании украинский. Но Россия подписывала бы вот такой же договор, например, не знаю, с Румынией, или с Словакией, или с Польшей, об урегулировании пограничного спора, как бы в Украине, чувствуете, да, если бы это была Украина частью России. Вот сейчас вы говорите, Китай и Индия решили пограничный спор в Тибете. Тибет – это независимое государство, оккупированное Китаем, насколько я помню. Получается, что это как бы индусы согласились считать вот эту оккупированную часть государственной границы. Сам я на этой границе не был, я был на границе Тибета с Непалом, переходил пешком, да. Но там все урегулировано, насколько я понимаю, потому что там такой бардак стоит, что вообще непонятно, где Тибет, где Непал, где Китай. Я сначала нелегально перешел, но я не знал об этом. Я перешел сначала границу, как раз-таки из Тибета в Непал. Потом уже садился в автобус, и мне там просто подсказали, слушайте, так у вас же печати даже нет, потому что вы перешли к границе такой. Семен Семенович, я, оказывается, мимо, мимо пограничников прошел. Пошел, вернулся, заставил их печати мне ставить. А так, ходи кто хочет, приходи кто хочет. Ну, когда идешь в Китай, х** два. Ну, когда идешь в Непал, а, яла. Нас продолжают бомбить. Сегодня ночью очередной обстрел, 50 беспилотников все сбиты, по-моему, российские. Ну, по крайней мере, над Киевом все сбиты. Я, честно, не уследил за статистикой по стране, именно по беспилотникам. Зеленский показал в своем ролике результаты обстрелов россиянами нас за неделю, и подчеркнул, что 900 бомб, 900 кабов за неделю по Украине, 500 беспилотников. И вот что говорит Зеленский в своем ролике. Все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволяли бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности, микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все другие наши партнеры в свободном мире. Да. Как посчитали, что вот за то, что там выпущено за месяц, 150 тысяч деталей иностранных, 150 тысяч иностранных деталей, полученных откуда-то россиянами. Это не россиян, они сами делают эти детали, они не умеют сами ничего делать. Это им кто-то продает, меняет на нефть. Кроме дронов и бомб, Россия запустила также 30 ракет. Большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры, уточнил президент. И вот, как он говорит, дальнобойность ради безопасности. Я все время называл это гуманитарные удары по России. Нужно наносить по России гуманитарные удары. Вы же понимаете, что если нанести удар по складу или по воинской части внутри России, то это уничтожит определенное количество российских солдат, будущих убийц, правильно? И спасет огромное количество украинских жизней. То есть это чисто гуманитарные удары по Российской Федерации. Если бы нам дали и разрешили бить вот этими нынешними ракетами, плюс дали бы томогавки, то гуманитарные удары по России действительно спасли бы много жизней. А так что вчера удар по Харькову, 11 раненых. Не знаю на настоящий момент, что там происходит. Это по супермаркету Кабом. Попадание в супермаркет в Шевченсковском районе Харькова. На Харьковщине разрушили подъезд многоэтажки под завалами люди. Все-таки Вшаревка, по-моему, называется. Кувшаровка Купянского района Харьковской области. Там мы не знаем, сколько человек погибло. И сегодня девушка написала, что она из Харькова сама. Что она вот в жизни получила лучший подарок недавно. И этот подарок – свисток. Свисток. Я очень удивился, почему свисток может быть таким ценным подарком. Потому что, говорит, он теперь все время со мной. И если меня, говорит, засыпет, когда взорвется кап в доме, и меня засыпет, то я смогу в него свистеть, и меня, может быть, найдут. Вот так у нас. Вот так в Харькове, вот так в Украине. Свисток. Лучший подарок – свисток. Но у нас сегодня, правда, Перископ – лучший подарок воину ВСУ. Но это вы помните, я сегодня уже об этом сказал. Хорошо, мы тоже все-таки получаем подарки. И вот сегодня, наконец-то, вы знаете, я последние дни наблюдал, даже последние недели наблюдал буквально Зеленого Зеленского. Ну, простите за игру слов, за каламбур. Ну, скорее даже синего Зеленского. Ну, или зеленого Зеленского. У него лицо стало то ли синее, то ли зеленое. Раньше он был уставший, там, да, все понятно, все понимаю. Тут он был в бешенстве, в ярости, причем уже в бессильном бешенстве, в бессильной ярости. Из-за того, что партнеры задержат поставки. Он ездит по миру, пытается их выбивать, эти поставки, из разных партнеров. Нам обещают, подписывают договор, а потом это не приезжает. Как он говорил про самолеты МИГ, как он говорил про снаряды, сегодня, наконец-то, от него в этом смысле хорошая новость. Он заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров. Провел, говорит, совещание с Сырским и Сумеровым. Подробно о ситуации на фронтах, Покровское, Кураховское, Торецкое, Купинское направление, там наибольшее внимание. Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта. Фиксируем увеличение поставок поддержки артиллерии. Лучше стали... Короче, со снарядами все становится лучше. И действительно, цифры-то мелькали на тему того, что, ну вот уже в экономисте, что один к двум. А сегодня, я вам процитирую New York Times, там уже вообще в этом смысле полны оптимизма. Вот именно в этом смысле. Сейчас дойдем до туда. Но пока я про наш, скорее, оптимизм или не оптимизм. Вот опрос пришел. Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну? И пришли его результаты, которые показывают, что, оказывается, это КМИС, Киевская международная социология. Что вот раньше были готовы сколько угодно терпеть, 63... Извините, раньше сколько угодно. Были готовы терпеть 70%, то есть вот будем терпеть сколько надо, 70% отвечали так. То сейчас так отвечает 63%. Раньше, ну вот это вот, я сейчас всю динамику смотрю, причем с 22 года. С 22 это было 70%, а сейчас всего 63%. С 22 было, что несколько месяцев готовы терпеть 14%. И сейчас 15, та же самая цифра. Полгода готовы было терпеть 4%, и сейчас 4%. То есть ничего больше не поменялось, кроме одного. А ответа трудно сказать. Раньше, трудно сказать, говорили 4-6%, сейчас 12%. И вот такой опрос, знаете, максимально бессмысленный опрос. Максимально бессмысленный. Я сам люблю опросы, обожаю, доверяю агентствам, но это максимально бессмысленный вопрос. Какая разница, сколько готовы терпеть? На что спросят? От этого что-то... Сколько мы готовы терпеть войну? Ну столько, сколько нас будут убивать, столько и готовы терпеть. У нас есть выбор какой-то, варианты. На что спрашивают, может, вы будете заканчивать уже? Нет, это же не бокс, где можно сказать, все, сдаюсь. Больше не буду терпеть. Это же война, здесь всех уничтожат, если проиграли. Поэтому сколько кто готов терпеть, не вижу никакого смысла обсуждать. Вернусь к артиллерии. Вот прочухали в НАТО, что артиллерия, к сожалению, по-прежнему бог войны. И, видимо, посмотрели на нашу войну, как война артиллерий. И то, что артиллерия заменяет живую силу. Что если у тебя есть пушки, тебе не так сильно нужны люди. И в Финляндии провели крупнейшие артиллерийские учения. Сейчас, сегодня, начинаются учения, которые называются «Удар молнии-24». Вот так вот. Значит, на территории пяти стран. Финляндия, Эстония, Германия, Румыния и Польша. Но сейчас вот этот этап в Финляндии. В них примет участие 3600 военнослужащих, из которых 1250 солдаты международных сил. Руководитель учений и полковник Ян Мяки Тайло. Масштаб учений показывает, что в случае необходимости мы можем получить поддержку от членов Альянса очень быстро, а также от командования вооруженных сил Альянса. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с силами и средствами Альянса формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО. Очень нужное, ребят, начинание, потому что, когда начнется Третья мировая, она уже началась, то вот там финско-советская граница, финско-российская, будет одной из важнейших линий фронта. Я, конечно, желаю вам не на территории Финляндии воевать, а на территории Карелии сначала, потом Ленинградской области, но всякое может получиться, и артиллерия вам там точно понадобится. Хорошо, что вы это поняли. А еще одна наша боль, боль Зеленского. Сейчас он выступил с этой радостью по поводу снарядов, но главная его боль сейчас то, что происходит с корейцами. Точнее, что с ними ничего не происходит. Потому что нам не разрешают их уничтожать. Не разрешают громить корейцев по месту дислокации. Корейские войска уже переброшены к нашей границе, буквально несколько десятков километров до границы, насколько я понимаю. И вот что говорит Зеленский. Америка, Британия, Германия наблюдают. Мы, говорит Зеленский, видим все лагеря солдат Северной Кореи на территории России. Мы могли бы нанести удар по ним, но нам не разрешают бить так далеко. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам. Ну, вот реально, да. У нас есть... То есть, исходя из слов Зеленского, я так понимаю, что у нас есть нужные атакамсы, ну, с нужным радиусом действия. Мы могли бы прямо поразить лагеря корейских солдат. Там, на территории России. Это был бы чисто гуманитарный удар. Просто спасение жизни украинцев. И вместо этого нам не дают туда бить. Корейцев по месту дислокации можно было бы разнести. Представляете себе? Америка, Британия и Германия наблюдают. Наблюдают, как орды азиатов. На нас до этого шли орды азиатов. Россия. Сейчас орды дальнеазиатов, дальневосточных азиатов приближаются к Европе. Впервые со времен Чингисхана. Они собираются пересечь границу Европы. И мы не наносим им ударов? При том, что имеем оружие? Вот представьте, тогда, когда шел Чингисхан или Батый, что кто-то сказал бы, нет, мы эти стрелы использовать не будем, это негуманно. Серьезно? Люди поглупели за оставшиеся последние тысячи лет, правда? Кстати, украинская разведка утверждает, что уже 7 тысяч военных КНДР на границе нашей. Причем есть даже некоторые сведения, а именно, по сведениям главного правильного разведки. Войска Северной Кореи перевозили на 28 военно-транспортных самолетах. Можно же было сбивать их в 16-х, если бы нам ракеты дали нужные. у них на вооружении будут 60-миллиметровые минометы, автоматы, пулеметы и снайперские винтовки, то есть будут они нас штурмовать, скорее всего, корейцами. В среду Южная Корея заявила, что в Россию прибыли 11 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, а около 3 тысяч из них уже находятся в западной части страны и проходят обучение. По данным Сеулу, часть войск может быть направлена в Курскую область, а часть в Донбасс. Корея планирует Северная создать по меньшей мере 5 подразделений численности по 2-3 тысячи военнослужащих, которые войдут в российские части, чтобы скрыть их присутствие и будут иметь документы и форму российских солдат. Есть, кстати говоря, уже и информация о том, чем расплачивается Россия за это. Вот это, ну, к счастью, хоть что-то, все-таки понедельник день тяжелый, хоть что-то приободряющее, чем платит Россия за корейских солдат. Значит, Корея Херальд, это южнокорейское издание, за отправку боеприпасов и войск Северной Кореи Северная Корея получит от России 700 тысяч тонн риса. 700 тысяч тонн риса в год и космические технологии. Вот понимаете, вот это сочетание 700 тысяч тонн риса и космические технологии. 700 тысяч тонн риса и космические технологии. Мне это напоминает, помните, победитель получает миллион денег и тарелочку борща. Это скоро будет так в России, потому что у них инфляция уже превысила 25% в этом году, поэтому будет миллион денег и космические технологии. Миллион денег и тарелочку борща. 700 тысяч тонн риса и космические технологии. Я думаю, это почем они получается продают корейцы-то? Вот по какому коэффициенту они меняют? Ну смотрите, они продали, давайте возьмем грубо говоря, 10 тысяч корейцев. 10 тысяч корейцев по 50 килограмм. Корейцы очень легкие, с них на вару мало. Хорошо, по 60 килограмм. 10 тысяч корейцев по 60 килограмм это 600 тонн корейцев. 600 тонн корейцев поставила Северная Корея. Значит, если она получит за это 700 тысяч тонн, давайте округлим, кстати, давайте действительно возьмем, что-то по 70 килограмм, тогда вообще идеально получится сочетание. 700 тонн корейцев меняют на 700 тысяч тонн риса, тысяч тонн, то есть получается 1 к 1000, то есть за килограмм корейца дает тонну риса, нам нужно будет их продавать, отлавливать северокорейцев и продавать. Мы же знаем, сколько теперь весит, сколько стоит один кореец северокорейц и котируется под, значит, по, а, ну да, если у нас килограмм риса стоит, скажем, доллар на бирже, значит, получается, 1000 долларов стоит килограмм северокорейц. Это дорого. Учитывая, что, насколько я знаю, они, кстати, платили по 2000 долларов за солдат. Вот это, кстати, тоже из этой же Корея Херальд, насколько я знаю. Значит, доступ к космическому бывший посол Ви Сон Лак, который по сведенным изданиям получил информацию от Южнокорейского комитета по разведке, заявил, что в прошлом Москва поставляла пхеньяну от 50 до 100 тысяч тонн риса в год, а теперь будет 600-700 тысяч тонн риса в год. Северная Корея заявляет, что ежегодно производит 4 миллиона тонн зерновых, но это примерно на миллион тонн меньше, необходимого. Таким образом, поставки из России могут помочь пхеньяну восполнить недостаток зерна более чем наполовину. Нет, получается, им выгоднее будет выращивать северокореян, чем рис. Зафига им теперь вообще выращивать рис северокорейцам? Выращивайте мясо северокорейцев и продавайте Путин, а он вам рис выдаст. То же самое иранцам уже, похоже, советуют. То же самое советую иранцам. Тем более, что Путин, вон, подписал указ еще в январе, позволяющий получить гражданство в России всем тем, кто заключил контракт с Минобороны. И что вы думаете с Минобороны РФ? В результате 3344 иностранца вот таким способом получили гражданство Российской Федерации. Я еще подумал, а ведь были времена, когда россияне давали гражданство футболистам. То есть подписываешь контракт с футбольной командой «Спартак», и там через год-два-три тебе дают гражданство, чтобы играл за сборную. Или с ЦСКА, или с Ленит. И реально у них в сборной играли там браталь Гильермо Бразильский, там Марио Фернандес играл в защите тоже, такой же россиянин, да? То есть играешь в футбол в России, получаешь паспорт России. А теперь нужно контракт с армией подписывать. То есть были времена, когда россияне играли в футбол вместо войны. Когда россияне ели масло вместо пушек. Читали Пушкина, вместо того, чтобы читать этот разговорник, северокорейско-русский разговорник для коммуникации с северокорейскими солдатами. То есть там реально была немного другая страна. Футбол, масло, яйца, Пушкин. Сейчас вместо этого смерть, воровство, насилие, северокорейские разговорники. И даже вот Медуза, слушайте, вот оппозиционное издание Медуза, вчера я вам проанонсировал, пишет, Нью-Йорк Таймс, заголовок из Медузы. Нью-Йорк Таймс, двоеточие, российско-украинская война вышла из тупика, разведка и военные США сомневаются, что Украина может остановить наступление вооруженных сил России. Я прочитал, испугался, нифига себе, разведка сомневается, что мы вообще остановим наступление России, то есть все, нам конец. Из этого заголовка можно понять, из заголовка Медузы, что нам конец. А потом я захожу читать саму статью. И думаю, что это, вообще мы разные статьи читали. Значит, то есть россияне продвигаются и в Америке опасаются, что наступает зловещая, жуткая фаза войны. Здесь нет того, что Украина кого-то не может остановить. Мало того, начинается прямо с хорошей новостей эта статья. Weapon supplies are no longer Ukraine man's disadvantage. То есть поставка оружия перестала быть недостатком для Украины, сообщают американские военные специалисты, американские даже военные официальные лица. что всего как бы достаточно на фронте. Ничего себе, как мы это... А как это мы только что читали в Медузе, что все так плохо? И дальше начинается, что да, как бы, есть такое, что Россия сейчас действительно постоянно там что-то завоевывает. Что в октябре месяц она захватила 150 квадратных километров, что рекорд за все последние два года, за один месяц, что они захватили 150 квадратных километров. Но в то же время, в то же время, давайте подумаем, у нас 600 тысяч с лишним квадратных километров, они захватили 150 за месяц. Так опять, такими темпами, но это снова 600 лет, мы говорим про 600 лет войны. То есть, да, это все очень неприятно, но... дальше они пишут, что ну как, вот, значит, американское это сам продолжается, но в Украине сейчас опасаются, ведь впереди выборы, окей, опасаемся, действительно. Дальше тоже пишут, вот Украина потеряла, кстати, по их данным, это по Нью-Йорк Таймсу, 57 тысяч военных. Как вы помните, Зеленский озвучивал цифру 31 тысяча. Пишут, что Россия потеряла в два раза больше. Пишут об этом. У России недостаток в солдатах, недостаток в поставках военной техники даже хуже пишут они. И вся эта война обходится очень дорого. Дальше, вот смотрите. If US support for who can remain strong until next summer, это я читаю прямо главную для меня цитату из этой статьи. Почему главную? Потому что вы видели, как это написала Медуза, да, чтобы вы понимали, что не надо... Как нужно относиться к заголовкам Медузы, когда они цитируют западные издания? Так же, как к заголовкам какого-нибудь российского сайта, да. Значит, если американская поддержка Украины продержится до следующего лета, то Киев может иметь возможность взять преимущество над Россией из-за ее слабостей, из-за того, что у нее закончились солдаты и танки, сообщают американские официальные лица. Это вообще не похоже на заголовок из Медузы, который я вам зачитывал. Ладно, не буду я вам все мозги компостировать всей этой статьей. Очень много тут цитат выписал, но уже нет сегодня на это времени в нашем выпуске. То есть, такое соотношение оптимизма и пессимизма и того, насколько опасаются в Киеве того, что будет после выборов. Опасаются после выборов в США. Но вот есть другая статья тут же, Вашингтон-Посте, тот же день выходит, вчера. СУС элекшн-ЛУМ, Украинские официальные офисиалы готовы для Трампа. То есть, пишут, что наши как раз-таки официальные лица сообщают, что по их мнению мы к Трампу готовы. А некоторые вообще считают, по секрету скажу, это наши официальные лица, но они на условиях анонимности сообщили Вашингтон-Посту, что по их мнению Зеленский как бы больше сравним то с Трампом по своей манере управления, по тому, как он стал президентом и так далее, и так далее. Единственное, а Зеленский был, значит, актером, поэтому стал президентом. Я вам открою секрет. Трамп стал президентом не потому, что был бизнесменом. Какой он бизнесмен, он знает, шесть раз банкрот, да? А вот стал он президентом, потому, что был актером, актером. Он снимался в шоу. 13 сезонов им руководил. Зеленский тоже снимался в шоу. Поэтому может быть и так, может быть и так. Субтитры сделал DimaTorzok